Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятие по алгебре и началам анализа. И тема нашего сегодняшнего урока – производная показательной функции, число e и производная логарифмической функции. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего урока – это повторить определение показательной и логарифмической функции, познакомиться с понятием экспонента, вывести формулы производной показательной и логарифмической функции и учиться находить производную показательной и логарифмической функции. Давайте вспомним определение показательной функции. Функция, заданная формулой y равная a в степени x, называется показательной функцией с основанием a. Здесь важно помнить, что a должно быть обязательно больше 0 и не равной 1. Областью определения показательной функции является множество всех действительных чисел, а множество всех возможных значений является область от 0 до плюс бесконечности. Давайте рассмотрим основные свойства показательной функции. y равная a в степени x. Как мы знаем, при a большем единице данная функция показательная всегда возрастает. Если у нас основание a меньше единицы, то показательная функция у нас является убывающей. Давайте теперь вспомним определение логарифмической функции. Функцию, заданная формула y равная логарифм числа x по основанию a, называют логарифмической функцией с основанием a, где по условию a у нас должно быть строго больше 0 и не равной 1. Областью определения данной функции является область от 0 до плюс бесконечности, так как x не может быть отрицательным. А областью значений является множество всех действительных чисел. Давайте рассмотрим основные свойства логарифмической функции. y равна логарифм x по основанию a. При a большем единице логарифмическая функция у нас будет возрастающей. А при a меньшем или большем нуля, но меньшем единице, данная функция является убывающей, то есть она убывает. Теперь давайте вспомним определение производной. Производная функция f в точке x0 называется число, к которому стремится разностное отношение. Δf деленное на Δx, которое равно у нас. f от x0 плюс Δx минус f от x0 деленное на Δx. При Δx стремящемся к нулю, то есть когда у нас приращение аргумента стремится к нулю. Также давайте вспомним геометрический смысл производной. Как мы знаем, если мы хотим провести касательную к какой-то графику функции, например, в нашем случае y равна f от x в какой-то точке x0, то угловой коэффициент касательной графики функции f от x в точке x0 у нас будет равно, как мы знаем, тангенсу α, а она равно производной функции в данной точке x0. То есть k у нас равен производной функции f' от x0. Давайте теперь рассмотрим такую функцию f от x равная e в степени x. e это у нас какое-то постоянное число. Притом оно такое. Существует такое число больше 2 и меньше 3. Это число обычно обозначает буква e, что показательная функция f от x равная e в степени x в точке 0 имеет производную равную единице. То есть у нас, если мы взяли бы производную в точке 0, то есть e в степени 0 плюс δx минус e в нулевой степени делён на δx должно быть равно e в степени δx минус 1 делён на δx. И пускай оно стремится к единице, если у нас приращение аргумента, то есть δx тоже стремится к 0. То есть мы говорим, что производная функции e в степени x в данной точке x равная 0 имеет производную равную единице. Тогда вот это число основания у нас называется числом e. Изобретателями данного числа считается Леонард Эйлер. Русский учёный, он математик, физик, механик, астроном, он вёл обозначение числа e. И доказал, что это число e равно приближённо 2,7, и доказал, что число e приближённо равно 2,718281828 и так далее. То есть оно иррациональное, и невозможно его выразить в виде дроби. Также одним из учёных и изобретателей, Джон Неппер, шотландский математик, он изобрёл понятие, как мы с вами до этого проходили, он изобрёл логарифм. И в его честь число e называют Непперовым числом. Иногда также называют и числом эйлера. Давайте теперь найдём производную функцию f от x равной e в степени. Для этого вычислим производную функцию f от x равной e в степени x в точке x0. Тогда дельта f у нас будет равен e в степени x0 плюс дельта x минус e в степени x0. Мы находим превращение функции. Если мы e в степени x0 выносим за знак скобки, то мы получим e в степени x0 умноженное на e в степени дельта x минус 1. Теперь давайте найдём отношение превращения функции к превращению аргумента. Тогда превращение функции мы уже вычислили. Оно равно e в степени x0 умноженное на e в степени дельта x минус 1. И всё это делится на дельта x, то есть на превращение аргумента. Давайте упрость. e в степени x0 вынесем из дроби. Тогда мы получим e в степени x0 умноженное на e в степени дельта x минус 1 делён на дельта x. Но, как мы только что показали до этого, мы показываем, что производная функции e в точке x равная 0 у нас равна 1. То есть второй множитель e в степени дельта x минус 1 делён на дельта x у нас даёт 1. Как мы знаем. Тогда мы получаем, что дельта f делён на дельта x стремится к e в степени x0 при дельта x, стремящемся к 0. То есть мы получили производную показательной функции e в степени x. То есть f' от x у нас равен будет e в степени x. Давайте рассмотрим график функции y равной e в степени x. Функцию y равной e в степени x называют экспонентом. График её изображён на чертеже на экране. Здесь касательная, проходящая через точку 0,1, то есть угловой коэффициент к касательной графику функции y равной e в степени x, оно равно тангенсу 45 градусов, то есть оно равно у нас единице. Давайте теперь рассмотрим основные свойства функции y равной e в степени x. Во-первых, область определения данной функции является множество всех действительных чисел. Данная функция не является ни четной, ни нечетной функцией. Также y равной e в степени x она возрастает, так как e у нас больше единицы. Она не ограничена сверху, но ограничена снизу, то есть она всегда больше нуля. Также не имеет ни наибольшего, ни наименьшего значения. Также данная функция у нас непрерывна, как мы видели на графике. И областью значений данной функции является множество всех точек от нуля до плюс бесконечности. Давайте рассмотрим пример. Вычислим значение производной функции y равное e в степени 4x минус 12 в точке x0 равное 3. Рассмотрим решение. Для этого сначала найдем производную данной функции. y' у нас будет равен e в степени 4x минус 12' а это у нас будет равно. Так как функция у нас сложная, необходимо взять производную основной функции, затем от внутренней части. То есть, как мы знаем, производная функция e в степени x дает само себя. То есть e в степень 4x минус 12 даст нам e в степень 4x минус 12. Теперь необходимо взять производную от 4x минус 12. От 4x минус 12 производная у нас будет равно четырем. Так как 4x дает 4, а от минус 12 производная даст 0. То есть в конечном итоге мы получим, что y' у нас будет равен 3 умноженное на e в степени 4x минус 12. Теперь вычислим значение производной данной функции в точке x нулевая равная 3. То есть y' от 3 будет равен. 4 умножено на e в степени 4 умножено на 3 минус 12. Продолжим. Мы получим упрощение. Если продолжим упрощать, мы получим 4 e в степени 12 минус 12, а это у нас равно 0, то есть 4 умножено на e в степени 0. e в нулевой степени, как мы знаем, любое число в нулевой степени дает единицу. 4 умножено на 1, это 4. Значит, ответ у нас будет 4. Давайте теперь найдем производную функцию f от x, равную e в степени 3x умноженное на 2x минус 1. Здесь важно помнить формулу, производная от произведения функции, то есть u умноженное на v. f' от x у нас будет равно e в степени 3x умноженное на 2x минус 1. Все это в скобках и производный знак. А это будет равно у нас. Возьмем производную от первого множителя, то есть от e в степени 3x умноженное на будет 2x минус 1, плюс e в степени 3x умноженное на производное от второго множителя, то есть 2x минус 1. А это у нас будет равно, соответственно, от 3 e в степени 3x у нас тоже также является сложной функцией. То есть от e в степени x у нас производная будет просто самая функция e в степени 3x, а от 3x необходимо взять будет производную. И это все умножается на 2x-1, плюс от 2x-1, если мы возьмем производное, мы получим 2, умноженное на e в степени 3. Продолжим упрощать. Производное от 3x у нас равно 3. Тогда мы получим 3 умноженное на e в степени 3x и умноженное на 2x-1, плюс 2 умноженное на e в степени 3x. Это у нас окончательный ответ. Давайте теперь рассмотрим, что такое натуральный логарифм. Если на основании логарифма служит число e, то говорят, что задан натуральный логарифм. То есть логарифм числа x по основанию e у нас обычно записывают как ln от x и читается логарифм натуральный от x. Для любого значения x0 у нас справедлива формула дифференцировать. Логарифм натуральный от x производная будет равно 1 деленное на x. Давайте теперь рассмотрим производную показательной функции a в степени x. Когда у нас основание a произвольное число. Оно будет равно. Давайте a в степени x запишем как e в степени x умноженное на логарифм натуральный от a. Мы знаем, что e в степени логарифм натуральный от a даст нам a. То есть здесь выражение замену мы сделали правильно. Теперь найдем производную данную функцию как от сложной функции. То есть сначала возьмем от показательной функции e в степени x, а затем от показателя производной возьмем по отдельности. То есть мы получим, что e в степени x умноженное на ln a, а производная от x умноженное на логарифм натуральный от a у нас даст просто логарифм натуральный от a. Тогда давайте теперь e в степени x умноженное на логарифм натуральный от a запишем просто как a в степени x. Тогда мы получим окончательную форму. a в степени x умноженное на логарифм натуральный от a. То есть производная функции a в степени x у нас равно будет a в степени x умноженное на логарифм натуральный от a. Теперь давайте постараемся вычислить производную логарифмической функции. Найдем производную логарифм числа x по основанию a. Это будет равно. Сначала давайте логарифм числа x по основанию a запишем в следующем виде. Логарифм натуральный x делен на логарифм натуральный a. Мы воспользуемся основными свойствами логарифмов. Производная логарифм натуральный x мы знаем, оно равно 1 делен на x. 1 делен на логарифм натуральный a у нас это постоянный множитель. Множитель его можно вынести за знак производной, так как это постоянное число. То есть окончательно мы получим формулу 1 делённую на х умноженную на логарифм натуральный а. То есть мы получили три основные формулы. Во-первых, производная логарифма натурального от х равен 1 делён на х. Показательная функция а в степени х равно будет а в степени х умноженную на логарифм натуральный а. И третья формула производной логарифмической функции будет равна 1 делённая на х умноженная на логарифм натуральный а. Давайте рассмотрим графики заданных функций. Если мы рассматриваем экспоненту, у равен f в степени х, она является возрастающей и находится в верхней полуплоскости. А график функции у равен логарифм натуральный от х у нас находится в правой полуплоскости. При том, графики функции у равен логарифм натуральный х на симметричную графику функции у равен f в степени х относительно прямой у равен х, как у нас изображено на графике. Давайте теперь рассмотрим основные свойства логарифмической функции. Областью определения данной функции является множество точек от 0 до плюс бесконечности. Логарифмическая функция не является ни чётной, ни нечётной. Она возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности. Она не ограничена ни сверху, ни снизу. Не имеет ни наибольшего, ни наименьшего значения. Также она непрерывная. Областью значений логарифмической функции является множество всех действительных чисел. Давайте рассмотрим пример. Данная функция f от x равная логарифм натуральный от sin от x. Необходимо найти производную данной функции. Давайте рассмотрим решение. f' от x у нас будет логарифм натуральный от sin x'. Как мы видим, данная функция сложная. Необходимо сначала взять производную от логарифмической функции, затем от sin. То есть мы получим, если мы возьмём производную от логарифма, вместо x у нас стоит sin x, то есть будет 1 делённый на sin x, и умноженное на производную от sin x у нас будет cos x. То есть если мы продолжим упрощать, то cos x делённый на sin x, мы знаем, даёт нам катангенс x. Ответ у нас будет катангенс x. Теперь давайте рассмотрим следующую функцию. Данная функция f от x равная 2 в степени 5x минус 3. Необходимо найти функцию f' от x. Найдём производную. f' от x у нас будет равно 2 в степени 5x минус 3 штрих. Данная функция также является сложной. Необходимо взять производную от показателя и от самой функции по отдельности. Производная от 2 в степени x нам даёт 2 в степени 5x минус 3 умножен на логарифм натуральный 2. А производная от 5x минус 3 даёт нам просто 5, потому что производная 5x у нас равно 5, а от 3 это 0. Всё. И мы получили с вами окончательный ответ. Давайте рассмотрим следующий пример. Дана функция f от x равная логарифму от x квадрат минус 3x по основанию 5. Необходимо найти производную за данной функцией. Давайте рассмотрим еще. Логарифмическая функция данная у нас является сложной, так как вместо аргумента x у нас стоит x квадрат минус 3x. То есть необходимо взять от каждого функции производную по отдельности. От логарифма производная у нас будет равно 1 делённый на x квадрат минус 3x и умноженный на логарифм натурального основания, то есть логарифм натуральный 5. От x, производная от x квадрат минус 3x даст нам 2x, от x квадрата у нас будет 2x, А 3x у нас будет просто 3. То есть мы получим 2x минус 3 деленное на x квадрат минус 3x умноженное на логарифм натуральной 5. И это наш с вами ответ. Теперь давайте вычислим значение производной функции y равное логарифм числа x по основанию 3 в точке x равное 1. Для начала найдем производную логарифмической функции. y' от x будет равно 1 деленное на x умноженное на логарифм натуральной 3. Теперь подставим значение x равное 1 в нашу производную. Мы получим y' от 1 будет равен 1 деленное на 1 умноженное на логарифм натуральной 3. То есть мы получим 1 деленное на логарифм натуральной 3. Вычислим значение производной функции y равное 5 в степени x в точке x равное 0. Сначала найдем производную 5 в степени x. Вспомним, что производная а в степени x у нас равен логарифм натуральной а умноженный на а в степени x. Тогда производная 5x будет равен логарифм натуральной 5, умноженное на 5 в степени x. Подставим значение 0, наше выражение вместо x, тогда мы получим y в штрих от 0 у нас будет равен логарифм натуральной 5, умноженное на 5 в нулевой степени. А 5 в нулевой степени у нас равно 1, то есть останется только логарифм натуральной 5. И это наш с вами ответ. Теперь давайте найдем производную некоторых функций у доски. Найдем производную функции y равная e в степени x минус x в седьмой степени. Находим производную. Берем производную. Мы знаем основные правила. Производная сумма или разности равна сумме или разности производных. То есть от каждой функции берем производную по отдельности. От e в степени x берем производную, минус от x в седьмой степени также берем производную. Чему это будет равно? Давайте я здесь снизу продолжу. От e в степени x дает само значение, e в степени x мы знаем, минус. От x в седьмой степени, вспомним, да? Необходимо 7 опустить вперед, умноженное на x в степени 7-1. То есть мы получим окончательно e в степени x минус 7 умноженное на x в шестой степени. Это наш с вами ответ. Давайте рассмотрим теперь второй пример. y равна e в степени x минус sin x. Найдем от него производную. Производная будет равна, как я уже говорил, так как у нас разность, от каждой функции берем производную по отдельности, от каждого слагаем. От e в степени x берем производную и минус от sin x также берем производную. От e в степени x дает само e в степени x, а от sin x производная у нас равно cos x, то есть будет минус cos x. И это наш с вами ответ. Давайте рассмотрим еще один пример. y равное 3 умноженное на e в степени x и минус cos 2x. Найдем производную на e в степени x. Найдем производную на e в степени x, берем производную, минус от cos 2x, также берем производную. Это у нас будет равно 3 постоянный множитель. Его можно вынести за знак производной, а производная от e в степени x даст нам просто e в степени x. То есть 3e в степени x дает нам 3e в степени x. Теперь смотрим на косинус. Производная cos x мы знаем, она равно минус sin x. Но здесь у нас вместо x стоит 2x, то есть от него нужно отдельно брать еще производную. То есть берем производную от cos 2x. Это у нас будет минус sin 2x и умноженное еще на производную от 2x. Это равно будет у нас, продолжим. 3e в степени x, перед скобкой у нас стоит знак минус, два знака минус дадут нам знак плюс, sin 2x. Так, давайте сначала найдем производную от 2x. От 2x производная даст нам просто 2, потому что от x единица 2 можно вынести как постоянное. Тогда sin 2x у нас просто перепискается. Все. И это наш с вами окончательный ответ. То есть ответ у нас 3e в степени x плюс 2 умноженное на sin 2x. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами повторили определение показательной и логарифмической функции, познакомились с понятием экспонента, вывели формулу производной показательной и логарифмической функции и учились находить производную показательной и логарифмической функции. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!